Привет друзья! Вы находитесь на канале Айхаус Термоплюс и с вами Олег Кузьмичев. И тема сегодняшнего обзора инженерные коммуникации в теле монолитного железобетона. Вы смотрите третью часть сериала о строительстве монолитного дома на северо-западе Москвы. Первые две части вот здесь подсказка. Впереди по подсказке и можете посмотреть первую вторую часть, а также ссылки в описании или в закрепленном комментарии. В этом выпуске мы опять же проведем виртуальную экскурсию 360 градусов. Можете крутить камеры туда-сюда. Единственное указатель куда надо смотреть это будет впереди надпись. Это для тех кто не знает как смотреть. Можете первый раз просмотреть покрутить, а второй раз уже просмотр сделать конкретно. Смотреть уже где у нас эта надпись впереди на экране. Давно я эту тему не освещал. Это где-то было наверно в конце 2018 года. Про монолитные дома, именно про их минусы. У монолитных домов есть тоже большие минусы и они очень огромные по отношению к другим домам. И вот про эти минусы мы сначала поговорим, а потом я вам покажу инженерные коммуникации, как закладываются в телебетон. И также у нас есть плейлист инженерной коммуникации в монолитном доме. Вот здесь также подсказка в описании под видео и в закрепленном комментарии. Вот нажмите по подсказке, можете все там плейлист целый про инженерные коммуникации посмотреть. Одним из самых серьезных недостатков монолитных домов, это когда у стен идеально гладкая такая поверхность. Ну как правильно сказать, зеркальная. Заказчику нравится, все красиво, все хорошо, но когда подходит время штукатурных работ, к этим стенам штукатурка плохо адгизирует. И для этого лучше, вот мы стараемся брать опалпку, лишь бы у нас сам каркас был неповеденный, но чтобы эта фанера была немножко уставшая или конкретно уставшая. Еще один недостаток монолитных домов, когда заказчик ему не подсказывают, делает мало вентиляционных отверстий. Мы даже иногда сами не подсказываем, заказчики сами нам говорят, а можно сделать еще больше. И мы делаем. То есть делайте побольше приточных вентиляционных отверстий, там на 110, на 160, там трубы закладывайте. Их всегда можно закидать раствором. Потому что легче закидать раствором, чем потом долбить стену. И также труб вентиляции. Их мало не бывает. Ну сделайте на одну больше. Не понадобится, можно ее это заткнуть чем-нибудь. И самая большая проблема, именно когда не прокладывают электрику в теле бетона. Ее прокладывают несколькими способами. Первое, это гофра с заложенными проводами. И уже устанавливают там подрозетники на опалубку. Это дорого и муторно. И на самом деле, вот эти все фирменные немецкие подрозетники, все эти переходники, они дорогие. И чем минус вот этой системы, чем минус этой системы, именно в том, что эта система дальше не ремонтопригодна. То есть, если у вас, например, вот здесь розетка, здесь розетка, и что-то там это получается, где-то провод перегорел, или вам нужно посередине розетку сделать, вы оттуда его вытащить там, возможно, вытащить. А вот именно обратно протащить у вас, возможно, это не получится. Потому что все вот эти гофры, они, эта протяжка будет цепляться за них. На коротком расстоянии может быть, но на длинных бесполезно. Вот здесь подсказка инженерной коммуникации, что мы делаем именно в теле бетона. Монолитный дом, он должен, эта коробка, сдаваться с максимум выполненными инженерными коммуникациями, особенно с электрикой. В этом году зимой в Новороссийске строили. Дмитрий, привет, если ты меня смотришь. Вот Дмитрий отказался от этого. Но потом он на своей шкуре, он прочувствовал, что такое долбить стены. У него решение было сначала долбить, штробить. Второе решение, это потолще слой штукатурки сделать. Толстой слой штукатурки, когда он посчитал, там выходит в такие деньги. Ну вот представьте, зайдите на любой сайт, там калькулятор есть, там 15 миллиметров гипсовой штукатурки бросить, на стены накидать. Какой расход? Плюс сразу 15 процентов прибавляйте, потому что калькуляторы немного врут. И получается, столько-то килограмм нужно на квадратный метр. А представьте, там 40-50 миллиметров сделать. Провод-то надо спрятать. То есть с электрикой тоже надо думать, потому что ГВЛ закрывать стены гипсокартоном, там, ну тогда смысл вообще строить монолитный дом. Он не будет энергоэффективный. Потому что ГВЛ, он закрывает как утеплитель и не пустит от бетона тепло. И бетон будет холоднее. Если толстый слой штукатурки сделать, то же самое получается. То есть мы хотим энергоэффективный дом, но у нас тепло до бетона не доходит. Потому что 40-50 миллиметров гипса, он будет играть уже как утеплитель. Можете каждый на калькуляторе проверить, как он влияет на температуру. Кто в первый раз попал к нам на канал и смотрит это видео, сразу скажу. Эти дома, наши монолитные дома, построенные по технологии House Thermo Plus, являются самыми теплыми домами на данный момент. Мы не применяем системы рекуператоров, там или еще что-то для энергосбережения. Мы используем наши стены в качестве аккумулятора тепла. Вот, обратите внимание, у нас армокаркас. Вот наглядный пример. Если у нас температура потолков, а у нас здесь будет монолитная плита, будет перекрытие, будет там примерно 25-27 градусов, то тепло вот по этим пруткам арматуры будет передаваться в стены. И где в стенах самая низкая температура, туда будет переходить тепло. Вот прутки арматуры, они хорошо именно играют именно в стенах теплопередачи. А монолитный же газобетон, чем он интересен? У него самый высокий коэффициент теплоусвоения. Ну, чтобы понять, что такое теплоусвоение, берем обыкновенную русскую печь, затопим из газоблока и после протопки мы не ощутим от нее тепло. Она будет такая же холодная, потому что все тепло и улетит вентиляцию. Если мы затопим печку из кирпича, то после той же затраченной охотки дров мы получим отопление от печки в доме. То есть печь отвечает за теплоустойчивость помещения. И вот у нас наши стены отвечают за теплоустойчивость помещения, а снаружи будет утеплитель, который будет отвечать за теплоустойчивость здания. Этот дом может без отопления простоять там неимоверное количество времени. У нас есть видео на канале, вот буквально недавно вышло. Там цокольный этаж, плиту замеряем по грунту и также измеряем температуру внутри помещения. То есть дом стоит без отопления, там вообще нет никакого отопления. На 4 октября температура была плюс 20 градусов. Теперь вспомним наши пятиэтажки. Вот у нас там распределительный щит, счетчики там, где стоят. Они все в нишах. Вот у нас мы делаем также в нише распределительный щит. То есть когда снимется эта опалубка в теле бетона будет углубление. Многие, кто подписан давно на наш канал, видели это в том же поле листе инженерной коммуникации. Там все это есть, как это выглядит. То есть здесь сердце дома. Это щит будет с обратной стороны. Здесь еще будет собираться опалубка, короб для него. То есть заказчик определился, что у него будет это управление всей электрикой именно с котельной. У нас опалубка для щитка электрики. Ну что, смотри, закрывай давай ее. Вот здесь у нас поставлена закладка. Будет выключатель. Вот где у нас вот такие вертикальные футляры из ПНД трубы, то это все идет на освещение или транзит на второй этаж. То есть вот здесь фактически ему надо, может чуть-чуть засверлиться, а может и вообще не надо. Вставляет под розетник, колебастры закидывает, устанавливает. Все готово. Обратите внимание, горизонтальные трубки идут у нас. То есть все трубки у нас идут по периметру. То есть в любом месте. Можно в дальнейшем вырезать под розетник, если человеку захочет. Надо ему здесь. Вот в этом месте он может вырезать, потом там вырезать. Там уже две закладки поставлены. То есть мы не везде ставим, потому что смысл вообще ставить везде нету. Вот только по той причине, человек, когда уже у него будет дом, просверлить там 10 минут для одного подрозетника отверстие можно. Ну а здесь уже как бы готовы, как маяки, чтобы он видел, где у него идет. Если обратим внимание, здесь у нас кухня. Извините за шум, но нельзя остановить работу. Здесь у нас вот это рабочая зона кухни. У нас здесь нижний ряд идет, средний ряд еще вверху. То есть вот так сделана подготовка под электрику. Протягивается легко протяжкой. Заказчик, Игорь, он говорит, я ее сам буду всю электрику делать. Чем хороша вот эта опять же система, здесь можно применять смело провода ПВ-1. Они на 40% дешевле, чем обычные, потому что здесь у нас оболочка уже металлопласт. Дальше люди, которые там про пожары, про всякие нормы, начинают это трещать в чате, в комментариях. Да, металлопласт нельзя использовать под электрику. В деревянных домах, там еще каких-то, в бетоне, что ему будет. Так что вот на эту тему можете даже не писать, что он не соответствует, он предназначен только для воды. Все работает, все нормально. Если даже там провод загорится, там нету кислорода, он даже, это, пламени не будет. Он просто сплавится, все. Ну а для этого мы потом выдергиваем его с двух сторон. Разбираем с одной стороны подрозетник, с другой стороны подрозетник. Выбиваем его стамеской, эту алебастру. Вытягиваем провода, оставляем новые. На первом объекте, я ее сам лично, эту систему разрабатывал, вот эти закладки из полистирола, из пенопласта, назовем их так, я не делал. Но вот эта система намного лучше, потому что сверлить можно меньше. Если заказчик, вот когда появится стенный потолок, плита перекрытия, затащит туда, в щит, электричество, здесь еще не будут готовы стены второго этажа, здесь может уже быть свет. Потому что я им предложил, есть возможность, надо сразу затащить кабель питания. Подключим, чтобы здесь был свет, чтобы были какие-то розетки, можно было работать, а не с переносками бегать. Продолжение следует... Дорогие друзья, и вот уже вы посмотрели третью часть нашего сериала про строительство дома на севере-западе Москвы с проект Певчий комфорт-класс. Пожалуйста, те, кто будет смотреть первую-вторую часть, пишите под каждым видео свой комментарий, задавайте вопросы. И также задавайте вопросы здесь. Если на эти вопросы я ответить не смогу, мы на эти вопросы сделаем зимой обзорчик. То есть соберем их все вместе и сделаем несколько видео в нормальном формате, потому что в 360 что-то, какие-то чертежи показывать, ну, это физически практически невозможно. Вы все равно их не разглядите, потому что все будет расплываться. Итак, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Лайк один, лайк второй. И, пожалуйста, пишите в комментариях, что вам нравится, что вам не нравится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!